Может сложиться впечатление, что если бы все частоты были сконцентрированы здесь, то величина трёхмерного эффекта для x1, y1, z1 была бы выше. Но это ошибочное мнение. Проверим. Причём отметим, что сейчас у нас средняя геометрическая частота 10. То есть, допустим, здесь, в этой ячейке отклонение от средней геометрической вставляет 10 раз. Геометрическая 10, мы имеем 100. Поменял частоты. Средняя геометрическая снизилась. Соответственно, казалось бы, что отклонение нашей частоты от средней геометрической, которую я оцениваю этот углубленный анализ в исходной модели Гудмана и Аптона, должно было увеличиться. Но мы видим, что эффект трёхмерный снизился. Почему так произошло? Потому что мы убрали то, о чём я говорил. А именно, размывание прочих эффектов мы убрали. Его больше нет размывания. За счёт этого активизировались все остальные эффекты. И снизился тот эффект, на рост которого мы и рассчитывали. Подводя итог, мы видим, что в углубленный анализ его формула может быть выражен более простым для интерпретации способом, нежели оригинальной формулой. Можно вывести логарифм за скобки, а внутри скобок будут сами частоты, а именно их перемножение и деление. Интерпретация числительной и знаменательной, она, как мы видим, действительно вполне понятна и прозрачна.